Мур, привет друзья, с вами Зверько и у нас осталось три выпуска топов. Сегодня рассмотрим стрелков. Задача стрелков это нанесение урона и по возможности убийство противника. Максимально они открываются в поздней игре и могут решить исход схватки и боя в целом. На мой взгляд, основное требование к стрелкам это понимание стратегии. Какую линию защитить, когда успеть на файт или сносить башню. Они менее зависимы к рукам игрока, поскольку большинство из них это автоатакеры. Главное держать дистанцию. Ахах, вот сейчас обиженки поползли хейтить. Ты ничего не понимаешь, ты не мейнер стрелков, там на кэри мозгами прыгать надо. Ну, бок им судья. А мы посмотрим, какая пятерка стрелков лидирует. Кимми. Это летающая химичка. Всем провела плеш своей механикой и высоким уроном. Независимо от того, как ее собирают. В магию или физический урон. Очень быстро сносит башни. Легко фармит лес, в отличие от многих стрелков. Погоня за Кимми может обернуться смертью. Ее ожидает в скором времени нерв. И возможно она не будет уже столь имбалансной. Ну, а пока она опасна вблизи при физ сборке. Опасна издали при сборке в магическую силу. Но хотя бы заставляет игрока целиться, а не тапать все время на одну и ту же кнопку. Пока что находится часто в бане. Поскольку нужно приложить усилия, чтобы вырезать ее убийцами или незаметно приблизиться Беллириком. Клауд. Конечно, этот стрелок в топе. Их же двое с Декстером. Также, порой банится в рейтинге. Но разработчики почему-то решили его вдобавок усилить. Странный выбор. У Клауда целая пачка полезностей. Замедление. Телепорт, который еще и отстреливается. Ульта, которая наносит урон всем противникам в радиусе. И два варианта сборок. Через криты, когда больше урона в одну цель. Или через золотой посох и охотника на демонов. Когда ставка идет на ульту. Так он становится опасен и для танков, и для всего живого в округе. Как и в случае с Гордом. Не всякий контроль прерывает ульту. Ли Сун Цин. Этот стрелок, который долгое время держится в топе. Как по популярности, так и по проценту побед. Ульта, которая раскрывает местоположение всей команды противника. Наносит урон и при удаче стилит моба противника. Ранее можно было собирать в урон и практически ваншотить врага. Но этот способ понерфили. Теперь популярна сборка через криты и урон. Увеличенный урон вблизи позволяет фармиться быстрее. И помогает в масс-файте. А первый навык помогает как уходить от противника, так и догонять его. Ханаби. После усиления пассивки и скорости бега. Ханаби уверенно вошла в топ. Врожденное исцеление. Щит, который обрезает контроль. Первый навык, вносящий тьму урона при групповом бою. Ульта, вносящая массовый контроль. В общем, куча плюсов. Единственное, нет навыка эскейпа. Это надо добирать в способностях. Задача Ханаби. Это как можно быстрее выфармиться. И потом карать врага. И неожиданно. В топ попадает Иритель, опережая кэри на плюс 5% по победам. Стартовый фарм Ири тяжелее из-за низкого урона. Но все становится веселее с 4 уровнем. Ульта позволяет сокращать или разрывать расстояние. А массовый урон не так прост, как кажется поначалу. Фишка в том, что ультой она накладывает эффекты на всех, в кого попало. То есть, собрав антихил, вся пачка противников, которые ловят тяжелые арбалетные болты, толком не смогут исцеляться. Та же механика работает с замедлением и прочим. Благодаря радиусу взрыва Иритель можно особо не париться за выбор цели. Стрелять можно прямо сквозь танка. Больно будет всем. Кроме того, первым навыком она срезает защиту. Вторым навыком дает массовое замедление. Итак, друзья, еще раз хочу отметить, это топ 5, основанный на проценте побед в высоком ранге. С эпика по мифик. Как мы видим, в топе герои, которые имеют какие-то навыки, увеличивающие их мобильность, а также у них всех есть массовый урон. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Показывайте топ 5 тем, кто спрашивает, что купить. И, конечно, ставьте лапки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»